Привет всем! С вами ваша Силва Батафлай, Серебряная Бабочка. Сегодня я буду делать обзор ароматов с нотой мимозы. Мимоза одно из моих любимых растений. К сожалению, здесь, в Торонто, я никак не могу на нее нарваться уже столько лет. Я просто физически страдаю, что я даже просто не могу подойти и понюхать. То есть, в нашем магазине не продаются мимозы, продаются тюльпаны, фразии. Но мимозы за 20 лет я так ни разу не видела. Может быть где-то есть, но я не знаю. У меня ее нет, и я просто катастрофически страдаю от этого, потому что это приносит мне такое счастье, а его здесь нет поблизости. Не лететь же обратно, хотя, конечно, надо, чтобы понюхать мимозу. И не только. Ну, начнем. Значит, что я хочу сказать, что у меня есть из мимозы. У меня есть вот такой аромат от Грэм. Фоедюст. Я его очень люблю и почему-то очень редко к нему прибегаю. Вот каждый раз вот так вот, когда весна наступает, я про него вспоминаю. Потому что мимоза, что-то легкое весеннее. Я не представляю, зачем снимать такие ароматы, хотя прекрасно представляю. Потому что, допустим, сейчас его произвести будет дороже, чем продать. Поэтому так многие ароматы уходят с рынка, с производства. Потому что там вложено труда, ингредиентов, таланта больше, чем они могут продать. Потому что, опять же, отгадайте, почему. Потому что стало всего уж слишком много. И неискушенный нос, или просто неискушенный человек, заходит в магазин, покупает какой-то клоповник в красивой обработке, там, в красивой коробочке, с красивой крышечкой. Не беда, что там наляпана, как попала наклейка, и потом уже видишь, что скошен этот камешек сверху. Но зато продано. Продано, причем на пару центов меньше, чем шедевр. Вот, пожалуйста, вариант. Так их затеснили, их затерли, так сказать. Масса задавила, загасила, и они ушли в тишину. Многие так их и не попробовали, и не узнали. Это просто кайф. Я просто его обожаю. Это вот такое какое-то смородиного-мимозное настроение. У меня была такая же, только с зелененькой крышечкой. Из этого же варианта. Как я жалею, что я ее, опять же, отдала. Просто я тогда не задумывалась, что я буду делать видео для вас. Я, конечно, бы не отдала. Оставила хотя бы просто для того, чтобы вы знали, и для истории. Вот недавний разговор про новень от Тести Лаудер. Вот у меня миниатюрка, и вы знаете, у меня есть еще другая версия. Здесь тоже затерлась мимоза. Не говоря о том, что здесь столько всяких разных, ну, просто мифическое количество ингредиентов не сосчитать. Но, тем не менее, мимоза на самом верху, и она опознается. Вот что мне нравилось с ней. Наверное, вот эта вот мимозная дымка и мох, и все на свете. Но именно то, что здесь есть мимоза, это факт. Также она есть в Кошарель, да, Иден по-английски. Здесь мимоза такая уже как бы в таком горьком ложе. Она как бы немного заявляет о себе. Посмотрите, я же мимоза, я такая желтенькая, как бы на таком вот ковре, темно-зеленом, или таком ярко-зеленом. Вы меня не можете не заметить. И действительно, она там есть. Обожаю. Вот еле прикоснулась, представляете, миниатюрка, да? Я буквально там прикоснулась, намек, намек на то, чтобы прикоснуться. И она пахнет. Ну, просто кайф. Как я могу обойти поэму, опять же? Потому что там есть, помимо того, что я обожаю, саму поэму, которую нельзя писать никогда, никакими нотами. Но все-таки там есть та самая мимоза. Как мне хочется узнать побольше ваших историй про поэму, ваших откровенных историй, по секрету всему свету я никому не расскажу. Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь из вашей истории про поэму и про мимозу. Потому что, скорее всего, у вас там еще есть мимоза в России. И вы ее наслаждаетесь, и вам дарят на 8 марта, или хотя бы у кого-то где-то как-то эти букетики просвечиваются. И вот мне хочется присоединиться к вашему счастью. Что же еще? Конечно же, есть мимоза в Живанши. У меня есть экстраваганза. Но я решила вам показать версию. Вот такую вот. Это такой коллекционный гель-душ. Ну, это же просто кайф. Обожаю. Я не представляю, как вот можно было так красиво запаковать такой запах в такой классный, такие пузырьки, бутылечек. Вот даже не хочется выкинуть. Потом, когда я использую, мне будет просто жалко выкинуть. Я, наверное, налью туда какой-нибудь дешевый шампунь, и пусть стоит в ванной, радует мне душу. Вот настолько он хорош. Как можно было так это придумать? Ладно, мы двинемся дальше. Есть еще мимоза в одном парфюме, который я редко вам показываю. Каждый раз я задвигаю его, потому что он винтаж, он такой вот уже как бы для некоторых престарелый. Меня это просто убивает, когда так говорят. Ну, что поделаешь. Люди хотят подмолодиться. Я не хочу подмолодиться, я хочу просто прикоснуться к этой а-ля старине, чтобы вдариться в детство, вспомнить какие-то юности, какие-то моменты и до сих пор себе доказать, что ты молод. Вот. Всегда. Хоть тебе 90 лет. Вот он. Азара 9. Это еще тогда, когда Лорис Азара начинал свою деятельность, и я обожаю многие парфюмы от Азара, или многие говорят Азаро. У меня есть кое-что в обзорах, и особенно я люблю визит. Можете посмотреть как-нибудь. Но я забыла проверить, есть ли там мимоза. Скорее всего, нет. Надо... Вы знаете, что еще хочу сказать? Что прежде чем создать видео, да, приходится перелопачивать шкафы, коробки, быть грузчиком, принести все это сюда. Потом проверить в афраганде, действительно ли тебе это чудится, мимоза, или действительно она там есть. И потом все это принести, потом обратно унести, сделать исследование, рассказать вам как-то это, запаковать. И полдня ушло. То есть это не просто так создать видео. Но я отвлеклась. Что я хочу сказать, что... Про Азара. Здесь Азара такой... Вы знаете, что еще один момент хочу сказать? Что ноты 80-х, 90-х, вот на вот этом стыке, ну почти многие ароматы имели мимозу и гвоздику. Вот как, как говорится, к бабке не ходи. К бабке. Это, да, такая, такая фича, как говорится. Это веяние времени, именно черта этих лет. И эта черта очень модная, и тогда, и сейчас. Просто надо ее понять. Ну и, конечно же, конечно же, апогей моей собственной мимозы, которую я никому не отдам, это шампс-элизей. Лисейские поля. Как они мне нравятся. Это просто чудо. Чудесное. Как можно было создать такое чудо, когда только нанесешь его, и ты уже в мимозе. Вот оно, мое счастье. То есть, да, у меня нет доступа пойти купить мимозу, или чтобы мне кто-то подарил. Но, когда я беру вот эти Елисейские поля, мне кажется, я... Вот эта вот Софи Марсо, которая на рекламе, бежит такая по Елисейским полям, к этой арке. Все, наверное, помнят этот журнал и эту рекламу. И мне вот так чудится, что такая вот современная девушка, которая очень независимая, и она бежит навстречу мужчине или там, навстречу своему счастью и навстречу своей собственной судьбе. Вот такой вот парфюм. Я так рада, что у меня он есть и что у меня именно в этой версии, а не в другой. Потому что вот когда ты смотришь на журнал, в журнал, и тебе там разные идут образы, и ты как бы отождествляешь себя с тем образом. А подходит ли тебе этот образ? А можешь ли ты быть вот той девушкой? Кстати, я обожаю Софи Марсо, какая она красотка. И помните это видео, кино, когда она совсем-совсем девчонка играла в кино под названием «Лебум» про подростков, про их любовь. И, кстати, там был такой момент про парфюмы. Обязательно, обязательно, обязательно посмотрите. Там была месть в парфюмерном магазине. Но я отвлеклась. Вот она. Самое, что ни на есть, мимоза, мимозовна. Прошу любить и жаловать. И если кто-то скажет плохо про неё, я буду бороться. Я буду говорить, что это хорошо. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Силва Батафлай. Серебряная бабочка. Пока-пока. Всего самого хорошего. Продолжение следует...